Ненавижу, когда мы видимся раз в неделю. Я скучаю, но, Наташ, ну правда? Я тоже. Что, не веришь мне? А это правда? Но мне кажется, если это правда, то в твоих силах все изменить. Пожалуйста, не начинай снова. Ты же знаешь, что не все так просто. А разве? По-моему, ничего сложного, Макс. Да. Что значит пропал? Ты же знаешь, я в командировке. Да я и сам думал, что к ночи вернусь. Но в области машина сломалась, пришлось ночевать в мотеле. Телефон разрядился. Что? Ты мне не веришь? А это правда. Ладно, давай потом. Я скоро буду. Извини, на чем мы остановились? Приехали. Наташа, слушай, ну подожди, ну прости меня за этот телефонный звонок. Я должен был ответить, понимаешь? Ладно, проехал. Все, мне на работу пора. Пожалуйста. Давай уедем на недельку в Италию, а? Ну, чтоб никто не доставал. Я устрою все в лучшем виде. Макс, я не могу, мне работать нужно. Да подожди, ну. У тебя постоянно твоя работа. Иногда нужно подумать о себе. Ну, точнее, о нас. О нас? Макс! Два года думай о нас, не поверишь. Надоело. В общем, так. Я подала документы на стажировку в Германии. Если все получится, уезжаю на полгода. Погоди, погоди. Как уезжаешь? А как же я? Ну, как же мы? Нет никаких мы. Есть ты, твоя жена, а я так, видимо, время провести. Да подожди, что ты говоришь? Ну, не все так просто, понимаешь? Я обещал, что уйду от жены. Но на это нужно время. Мне надоело слушать все в сотый раз. Пока. Я заберу тебя вечером. Не надо. И звонить не надо мне. Наташа, Рим или Венеция? Отвали от меня. Чем дальше от тебя, тем ближе твоя душа моей. Чем дальше от тебя, тем ближе, Дарит еще сильней твоя душа моей. Чем дальше, тем родней. Чем дальше, тем еще дороже, Чтобы забыть нельзя. Чем дальше, тем еще дороже, Забыть никак нельзя. Любовь всегда права, Она всегда права. Тебя Виталию зовут? Счастливая. Зовут, а я не еду. Почему? А потому что у меня работы много. Мне не до этого. Вон, сегодня операция важная. Это потому, что больной брат губернатором? Это потому, что клапаны. У меня диссертация по клапанам. И вообще, Вера Павловна, все пациенты равны. Да ладно, я шучу. И все-таки ты странная подруга. Тебе Италию предлагают, А ты все диссертации до операции. Слушай, мужики не любят, когда их отшивают. Каждый из них считает, что он должен быть на первом месте. Да и что? На первом месте, то, что я врач. И если мужчина хочет быть со мной, он должен это учитывать. Конечно, будет он учитывать. Смотри, получится, как с моей бывшей. Это уже все на работе, да на работе. Однажды перехожу с дежурства, он уже вещички собрал и выехал к другой бабе. Потому что два месяца рыдала. Я помню. Так улучшись на моих ошибках. Все, пойдем. Мы с Максом даже не муж, а жена. А он никакая его не станет, если ты тактику не сменишь. А я уже сменилась. Я и вопрос. Да ладно, серьезно? Не переживай. Не везет в любви, не везет в работе. Оль, они симбу официально назначили? Ну да, на прошлой неделе еще. А ты что, боишься, что сбежит? Да так. Какой-то веки в отделении, не женатый мужик появился. Да еще какой красавец. Ну да, скоро Феликсович на пенсию уйдет. И Анисимова на его место назначил. Все под его началом работать будут. А что, я не против? Никто не против. Хирург, он супер. Берет самые тяжелые случаи. Интересно, а почему такой красавец и не жена? Он в разводе. Мне Лера из отдела кадров рассказала. Там такая Санта-Барбара, его бывшая, нашла себе какого-то богатика в испании и к нему укатила. Она Анисимова сына оставила. Так что он теперь отец-одиночка. Бедненький. Один ребенка воспитывает. Как только справляется с такой работой, не знаю. Ну так мама с ребенком сидит, помогает ему. Ну мама это хорошо, только ему женщина нужна. Вон у нас в отделении. Не замужних на любой вкус и цвет. Доброе утро. А вы что здесь делаете? Операционная готова, мы скоро начинаем. Наташа, а ты разве не знаешь? Чего? Пациенту ночью плохо стало, его на экстренную отправили. Она заканчивает уже. Как заканчивают? Это мой пациент был. Но у нас же кардиохирургия, может случиться все что угодно. А оперирует кто? Анисимов. Его дежурство было. Ой, слава богу, все хорошо закончилось из-за этого пациента. Если что-нибудь так, нам бы голову снесли. Вы молодец. Так уверенно все сделали. А вот меня немножко потрясало, давно такого не было. Привет, Наташа. Так, почему вы оперировали моего пациента, а я узнаю об этом только сейчас. Оксана, вы очень устали, идите отдыхать. Хорошо. Во-первых, доброе утро. Нет, не доброе. Почему не позвонили мне? Я бы примчалась сюда за 20 минут. Наталья Александровна, это была экстренная операция, понимаете? Мы не могли ждать. Нет, не понимаю. У вас как минимум было полчаса на подготовку. Я живу в 10 минутах от больницы, я бы успела. Мне очень жаль. Но я не мог рисковать жизнью пациента ради ваших амбиций. Что? Амбиции? Моих амбиций? Знаете что, мне кажется, это вы и решили выслушаться перед новым начальством. Что ж, отлично получилось. Очень достойно. Поздравляю. Привет, девчонки. Привет. А где Анисимов? А зачем я тебе верусь? Да так, я печенье свое фирменное принесла. Хотела угостить. Нажду на твое печенье. Вот я голубцов накрутила, пальчики оближешь. А может он сладкое любит? Мужики, Вера, любят мясо. А сладкое любим мы, девочки. Ты ж была замужем, должна знать. Или у тебя муж вегетарианец был. А кто сказал, что я только печенье принесла? Еще баранину со спаржи запекла. Не хотела вам говорить, а то слопаете, все и Анисимову не достанется. Ну это, конечно, серьезная заявка. Ну а то. Спасибо. Спасибо тебе. Пожалуйста. Мы с ним просто созданы друг для друга. Угу. Я красавица. Он тоже ничего. Мы оба в разводе. Еще неизвестно, кому он достанется. Тут много желающих. Ой, девчонки. Сейчас такое было. Что, с операцией проблема? Нет. Анисимов провел операцию прекрасно. Просто влетела Наташа, набросилась на него. Ну, мол, он ее пациента увел. Ой, так кричала, так кричала. Так это же был форс-мажор. Ну да. Просто перед Анисимовым как-то неудобно. Он еще подумает, что у нас все такие. А, ну конечно, Наташа столько времени к этой операции готовилась. Ей жалко, что пациент ушел. Так ушел же в хорошие руки. Ну да. А где сейчас Анисимов? Ну это, у главврача. Ой, девочки. Я же совсем забыла. Он всех к себе вызывает. Пойдемте, девочки, быстрей. Ну я не знаю, там узнаем. А вот так вот нас поблагодарил, собственно, губернатор за спасение своего брата. И вообще, в принципе, он обещал помочь больнице. Ну и я тоже, в свою очередь, обещаю премию вам в конце месяца. Спасибо. Спасибо. Честь разрезать этот замечательный торт предоставляется доктору Анисимову, который это умеет делать профессионально. Виталий Романович, у нас все профессионалы. Да. Ну вот ты не скромничай. Давай, Сергей Васильевич, покажи класс. И еще одна приятная новость. Сергей Васильевич скоро займет место Романа Феликсовича. Так что перед вами будущий зав. отделением кардиохирургии. Сегодня, наконец, я могу об этом заявить официально. Поздравляю. Вполне официально. Спасибо. Готова. Прекрасно. Все, давайте мне кусочек, а сами давайте, уходите и забирайте все это дело к себе в ординаторскую. Хорошо. Спасибо. Я кусочек принесу. Спасибо. Виталий Романович, будет пару минут? Конечно, для вас. Всегда, пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что я отказываюсь от премии, потому что я ее не заслужила, я не сделала операцию, хотя очень к ней готовилась. Ну, Наташенька, я вас понимаю, вы же были назначены хирургом Владилина. Да, но почему-то вы сейчас вообще ни слова про это не сказали, а только при всех нахваливали Анисимова. Ну, Анисимов спас пациента, и это главное. И это главное. Он действовал на свой страх и риск, его не было на консилиуме. Ну, он профессионал, но он справился. После операционного осложнения еще никто не отменял. Вы знаете, я бы на вашем месте не переживал бы за Анисимова, а думал бы совершенно о другом. О чем? Присядьте. Наташа, о Германии. Я слышал краем уха, что вы попали в шорт-лист. Это правда? Ну, конечно. Пришлось кое с кем договориться. Я считаю, что это замечательный праздник такой, и я хотел бы его отметить и пригласить вас в ресторан. Спасибо, Виталий Романович, большое. Но, знаете, русская примета гласит, что заранее отмечать нельзя. Извините, меня пациент ждет. Ну, тогда мы будем ждать окончательного решения. Спасибо большое. Спасибо. Наталья Александровна, я хотел бы извиниться. Я был неправ. Но я здесь человек новый. Да, я поняла. Возможно, я успел бы вас предупредить, но я слегка испугался. Брат губернатора все-таки. А, то есть хотите сказать, что если бы эту операцию делала я, то пациент просто рисковал своей жизнью, потому что вы как хирург лучше меня, да? Нет, я хотел сказать, что времени было очень мало. Я вела этого пациента, я разработала схему лечения, я знала о нем все. А вы просто пришли и на свой страх и риск его разрезали. Да не было никакого риска. Я, у меня большой опыт в таких операциях, понимаете? А, опять намекаете, что вы лучше меня. Да я хочу сказать, что я сюда пришел, чтобы занять должность зав. отделением. Только и всего. Поэтому я не мог допустить ошибки. И посмел принять решение в зависимости от того, как считал нужным. Спокойно, я все поняла. Новая должность – это то, что вам нужно. Я же вам объясняю. Удачи на новом месте, Сергей Васильевич. Нет, ну представляешь, какой нахал, да, вообще? Нарцисс. Просто в восторге от себя, от того, какой он классный хирург. Привет. Ну, в общем, остальные, знаешь, ну так, по мелочи. Никто и звать никак. Слушай, Наташ, мне кажется, ты сама себе накручиваешь. А? Ты просто не слышал, как он со мной разговаривает. Просто греческий бог спустился с Олимпа. Держи. Спасибо. Знаешь что? Проучить бы его как-нибудь. Так. Понятия не имею. Я не сильно в интригу с Настя, в отличие от него. Наташ, мне кажется, тебе нужно успокоиться. Ну, не класс. Моя подруга не его. Настя. Твоя. Только вот. Не навреди человеку. Не делай то, о чем потом пожалеешь. У тебя для этого есть все возможности. В смысле? Давай только не перекидываться. Ты же знаешь, как главврач по тебе с ума сходит. Что? Ну, что? А ты его не просила ни о чем напротив Анисимова? Нет, конечно. Просто зашла и сказала, что так вообще-то не делается. Ну, он? А он. И он, как и ты считаешь, ну, так вышла. Пациент скорее жив, чем мертв. А Анисимов так, у нас суперхирург. Потом начал линию подбивать, как всегда. Да ты хорошо. Что хорошего? Я делаю вид, что я не замечаю этого. Он не понимает, не отстает. Слушай, а тебе что, серьезно, Анисимов? Совсем никак. Ты задеваешься, что ли? Мам, Гриша, привет. Ты сегодня поздно, Сережа. У тебя все хорошо? Папа. О, Гришкин, привет. Соскучился? Да. Смена сложная, а так уже все хорошо. И, кстати, главврач сказал, что я скоро заведующим стану. Я даже не сомневалась. Молодец, Сережа. Давайте я гиду разогрею. Ты знаешь, мам, я не хочу. Устал очень, я лучше посплю. Ну да. Ну, поспи. Папа, а ты сегодня кого-нибудь спас? Да, конечно, спас. Папа, а когда я вырасту, я буду как ты? Нет, Гришка, ты будешь лучше, чем я. Так, лучше. Я люблю тебя, папа. А я тебя. Ну, все-все. Как будто сто лет не виделись. Иди, иди в свою комнату. Дай папе поспаться. Спасибо, мам. О, Наташенька, приветствую. Тяжелый день сегодня. Как вы? В порядке. Домой? А что? Нет, просто, если подождите меня немножко, я вас подвезу. Чего зря мерзнуть-то? А, да мне сегодня совсем в другую сторону. Ну, я и в другую сторону могу отвезти, мне несложно. Да спасибо, я забыла доделать, нужно кое-что. Да. Наташа. Наташа. Что вы обсудили с вами? Обсудили, но не поняли друг друга. Я за честность между коллегами. Я предлагаю выпить где-нибудь кофе неподалеку, и я вам все расскажу, а вы решите, прав я был или нет. Да. В принципе, я тоже за честность. Пойдемте. Пойдемте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Показывала ниже 20% Ну вот что вы делали бы на моем месте? Операция Если бы можно было отмотать все назад Я конечно позвонил бы Но в тот момент, честно говоря, я даже испугался С этим пациентом так все возились Особенно главврач Брат губернатора, ну что ты будешь делать? Я не знаю, что еще сказать Ну простите меня Пожалуйста И вы простите, пожалуйста Меня за то, что я не сдержалась Ну я вас понимаю на самом деле Честно говоря, я тоже Спалил БСП и с моим пациентом вышло так Да, просто еще эти операции Для меня так важны на клапаны Да, 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 я кстати знаю У вас научная работа Да Я слышал Я ведь подала даже документы на грант На стажировку в Германии Научно-исследовательский институт Тоже по клапану Снова Только там Конкурс очень большой Не сомневайтесь, вас выберут Так вот она Твоя стажировка Макс Наташин молодой человек Бывший Сергей Коллега Наталья Александровна Ого, коллега значит Теперь понятно, почему ты так Отдаешься своей работе Макс, во-первых, мы с тобой все выяснили утром, да? А во-вторых, мы пришли оговорить рабочий момент Да, ну А дела сердечные обсудили? Это не твое дело Очень даже мое Наташа Ты сказала, молодой человек бывший Так может мы тогда пойдем И я тебя могу подкинуть до дома Спасибо, это было бы очень кстати А что такое? Вам что, не нравится моя компания? Пойдем Водки Сто Пятьдесят Спасибо Ну, вот и мой подъезд Спасибо, что подвезли Не за что, мне было не трудно Простите, еще раз за Макса, так неудобно вышло Да и да вы простите, что перешел на ты Но мне показалось, в тот момент это было уместно Это и сейчас уместно Значит на ты Угу Ну, до завтра До завтра Привет, Валерия Встречаешь меня, да? Пойдем Посмотрим Что там у тебя осталось? Что-то у нас Да Похоже Ужинаешь у нас только Ты Привет, Наташа О, привет Тебе уже передали Что? Ночью появился больной с клапанами А Нисимов велел его отдать тебе О, отлично Скажи, я что-то не знаю С чего вдруг такая переменная в отношениях с Анисимовым? Ну, до нее Все Это уж подожди Ты подруга ли кто, давай рассказывай Да нечего рассказывать Просто поговорили вчера вечером, как взрослые люди И все Ты домой уходила, ничего не сказала Я сама не знала Я спускалась, он меня внизу поджидал Ничего себе Да Сама удивилась Ладно, надо работать В какой палате, говоришь, новый пациент? Кеды Отлично О, у вас еще и мерцательная аритмия Вас привезли с фибрилляцией на скорой? Скажите, почему меня смотрите вы? Когда придет мой доктор? В смысле? Вот, я ваш доктор Сейчас закончим обследование И назначим на завтра операцию Нет Мне сказали, мной будет заниматься хирург Анисимов Да? А кто сказал? Главврач, полчаса назад Угу Я сейчас вернусь Да, мне нужно два аппарата УЗИ Можно? Да, 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 мы переведем вам деньги Больше не могу говорить Спасибо Да, до свидания Виталий Романович, у нас в отделении происходит какое-то недоразумение Один мой пациент, он сказал, что вы лично назначили его хирургом Анисимов вместо меня Вы имеете ввиду Соколова? Да Все верно А почему? Можно узнать? У Соколова порог клапана Ну, Анисимов прекрасно справляется с подобными операциями Все просто Да, но вы же прекрасно знаете, что я клапанами занимаюсь более пяти лет Ну, Анисимов больше опыта Вы хотите поспорить? Нет, я не хочу спорить Я просто хочу сказать, что Несмотря на сложность этой операции В моей практике не было ни разу летального исхода Вы это прекрасно знаете, Виталий Романович И я изучаю клапаны У меня научная работа по клапанам И вообще, вы Вы как теперь? Всегда будете распределять пациентов между врачами, как вам вздумается, да? Наташенька, Соколов мой приятель Эту операцию будет делать Анисимов Еще вопросы есть? Нет Я знаю Наташа, я все знаю Да подожди ты Я не знаю, зачем он так сделал Но я откажусь от этого пациента Его поведешь ты Нет Отказываться от пациента тебе нельзя Ты только что пришел, и это нехорошо Ладно, давай я буду ассистировать, а ты будешь оперировать Нет Ассистирую я, оперируешь ты и ведешь его ты Нет, это не вариант Ну почему? Никто не узнает Здравствуйте Здрасте У нас в отделении Через секунду все разболтают В общем так, либо я иду ассистентом, либо не иду никак А когда назначена операция? Завтра Так, значит в восемь утра завтра Оперирую я, ассистент Ассистирую, что ты готовность за полтора часа Можно сделать тебе комплимент Смотря какой? Наташ, ты отличный хирург Уверен, что ты легко провела бы эту операцию сама Спасибо Не за что, это правда Я сегодня доложу главврачу, что ты блестяще справилась И уверен, что следующие клапаны твои Сереж, спасибо тебе большое, что ты мне помогаешь Честно говоря, такую ситуацию еще несколько дней назад я и представить не могла Скучаю, что у больницы Сереж, слушай, ты на машине? Конечно Да, а ты не могла меня увезти куда-нибудь? Очень надо Да не вопрос Спасибо Поехали Так, и куда ты меня привез? Ну, ты же просила меня вывезти куда-нибудь тебя Вот я тебя оттуда вывез сюда Вот так, да? Да, вот так Ну да, Макс там зачем-то пытается меня вернуть Хотя я думаю, что он просто бесстится из-за того, что я ушла В общем, не важно Эти отношения были тупиковыми с самого начала Я, кстати, заметил, кольцо у него на безымянном пальце Да, да, надо было закончить это все намного раньше Потому что роман с женатым мужчиной не предел моих мечтаний Ну, лучше поздно, чем никогда А чего ты, кстати, мечтаешь сейчас? Стать всемирно известным хирургом? А это если получится Похвально Ну, серьезно А серьезно Я мечтаю о том, чтобы никто больше не умирал от порока сердца Вот так По-моему, ты замерзла Надя Спасибо Я когда училась на первом курсе Именно от этого умерла моя мама Прямо на операционном столе И поэтому ты решила пойти в кардиохирургию? Угу Ты знаешь, теперь каждый раз, когда на операционном столе лежит пациент Я представляю, что это чья-то мама или чей-то пап Ну, в общем, пациента неотъемлемая часть моей жизни А Макс этого не понимал Моя жена тоже не понимала, что работа врача – это круглосуточно Требовала, чтобы я работал, как все нормальные люди, с девяти до пяти И какой вы нашли выход? Мы развелись? Да А ты не знала? Нет Ну что ты, мы развелись Моя жена уехала в Испанию И мы живем с мамой и с Гришкой втроем Переживаешь? Нет Отболела Очень разные люди К тому же врача понять может только врач, мне кажется Наверное Давай что-нибудь веселое Давай Ага, теперь у тебя есть перчатки Да Да Так Опа Я передумала Нет Нет Передумала Ладно Я сдаюсь Спасибо, что согрел Ага, а руки-то холодные Ну Тебе нужно обязательно согреться, выпить гречий чай с лимоном и под одеяло Болеть тебе нельзя, если вдруг завтра операция, я без тебя не справлюсь Я сделаю все, что вы скажете, доктор Хорошо До завтра До завтра Спасибо за хороший день Пока Пока Пока, нечего Привет, Наташ Привет Давно мы с тобой не пересекались Разве? Да Я слышала, ты вчера с Анисимом оперировала Я ему ассистировала Там был больной с клапанами, а я же на таких операциях готова присутствовать в любом качестве Ты же понимаешь? Конечно, я понимаю Ты теперь с Анисимом много времени проводишь Да не то, чтобы так По работе Да, и то, что он тебе домой воздает, тоже по работе так получается Да, мне что-то ничего не видит Подвез один раз Что тут такого? Ну, знаешь ли Медиков вообще-то из числа коллег чаще всего пару-то и складываются Да, неисправимо просто Исправлюсь Когда снова выйду замуж за медика Да, кстати, я чего зашла Тебя там Макс визу ждет Ай, пусть ждет Нет, уж лучше спустись Это он грозится, что в отделение прорвется, если ты не спустишься Как он мне надоел с твоими выходками Слушай, и будь поласковой с ним Угу, сейчас Может, простишь? Может, он исправился? Посмотри, как он за тобой по пятам ходит Макс исправится, как же Ай, господи боже Удачи Так, говори быстро У тебя пять минут Наташа Я хочу извиниться Правда, прости меня И за телефонный звонок в машине И за кафе И то, что названиваю тебе постоянно Просто я не могу без тебя Наташа Давай дадим друг другу Еще один шанс Вот билеты в Венецию Это мой шаг На встречу к тебе Ну, пожалуйста Сделай и ты свой шаг Возьми билеты Послушай, я не могу лететь ни в какую Венецию У меня работа Почему не можешь? Я знаю, у тебя уже набежал отпуск Причем тут отпуск От меня жизни людей зависит Ты можешь это понять, нет? Я понимаю, но я кучу денег потратил на этот тур Наташа и отель пять звезд Ну, верни это все Или, вон, возьми жену, например, с собой Наташа, ты же знаешь Я хочу лететь только с тобой Макс, я не могу лететь У меня пациенты Да, ну, всего неделя Ничего не случится с твоими пациентами Ты же не единственный врач в отделении Я не собираюсь бросать своих пациентов на чужого врача, Макс То есть пациентов ты бросить не можешь? А меня, пожалуйста Вот теперь, когда я пришел Стою перед тобой открытой, как книга С извинениями Ты знаешь что? Наташа Любая от всего этого была бы в восторге Но не ты Нет, тебе все не так Да никакой мужик не выдержит всего этого, понимаешь? Господи, да никакая женщина не выдержит отношений с женатым мужчиной Два года Я терпела два года Я устала А, ты устала? Хочешь серьезных отношений? Может быть, ты еще замуж хочешь? А что, права не имею? Да не имеешь Потому что ты, Наташа, заточена на свою работу Тебе за нее надо замуж выходить Да любой мужик сбежит от тебя через месяц Да было бы ради чего терпеть Что, не нравится, правда? Да, Наташа Потому что ты не женщина, а машина Робот-врач Ты думаешь, почему я не разводился? Да потому что я не понимал, как жить с тобою С меня хватит, это я рву с тобой отношения О, Боже Не больно-то и хотелось Так, держите, отнесите в пятую палату, хорошо? Вера Да Наталья Александровна, там? Нет, она вышла, к ней молодой человек приехал с букетом Сергей, хотите чая? У вас такой усталый вид, посидите, отдохнете минут десять Я все сделаю, у меня даже варенье есть Варенье? Да Варенье-то очень хорошо Так, мне нужно сейчас еще немного поработать А потом домой До свидания А так мне, в принципе, тоже домой? Наташа Здесь, я думал, все уже ушли Что случилось? Ничего Я просто сейчас не виделась с Максом, и он Он сказал, что я не женщина, а робот Что я не создана для любви, и ни один мужчина со мной не выдержит И самое страшное Мне кажется, что это правда Это глупость Это абсолютно неправда Как ты можешь даже на секунду в себе усомниться? Большего абсурда я не слышал Иди сюда Один дурак ляпнул, а ты поверила Нашла, из-за чего расстраивался Он просто злится И хочет задеть тебя побольнее Таких женщин, как ты, еще поискать Он просто не понял своего счастья Он большой идиот Просто дурак, что потерял тебя На самом деле, ты умная, красивая Отзывчивая Чудесная женщина Все в порядке А что ты слушаешь идиотов? Спасибо Все хорошо Не слушай никого Субтитры сделал DimaTorzok Что теперь делать будем? Ну, будем держаться, как взрослые люди Будем делать вид, что ничего не произошло Как раньше А я не смогу Ты мне чересчур нравишься для этого Я не смогу А это что, для сына? А, да У него У него завтра день рождения Шесть лет Полгода уже просит эту железную дорогу Положу утром В спальню Будет сюрприз Подожди Зачем в спальню? Надо лично подарить У меня завтра дежурство А Гришка, когда я уйду Утром еще будет спать Так что поздравит его Его мама Моя бывшая жена Едет из Испании Специально для этого Аж на целых два дня Заодно расскажет Какой у него Никудышный отец Ты знаешь, так не пойдет В день рождения нужно быть с ребенком Я тебя заменю завтра на дежурстве Нет, спасибо Мне неловко Пользоваться твоей язычивостью Это ерунда Правда Мне будет не сложно А на завтра у меня и так никаких планов не было Ну, а если что-то случится? Что? Сереж, я в этой больнице уже седьмой год Тем более завтра суббота Главврача не будет Вообще никто ни о чем не узнает Да? Да Ты знаешь, я, пожалуй, приму твое предложение Ну, конечно Спасибо тебе большое Нет, срочно Ну, нет День рождения сына, помнишь, да? А у меня дежурство Давай, давай, давай Ладно, постою Тебе кофе с молоком или без? С молоком С молоком Ты? А ты чего здесь? А ты чего? А я заменяю Анисимова на дежурстве. А это он тебя попросил? Я предложила. У сына день рождения. Подожди, ты сама спросила, или он сказал? Девочки, ЧП. Брату губернатора очень плохо. Давление 70 на 35. Он почти без сознания. Где Анисимов? Я за него. Сережа, Алена, у вас замечательный мальчишка. Вы постарались, чтобы он появился на свет. Теперь нужно постараться его воспитать и вырастить, чтобы из него получился достойный, порядочный человек. Гришенька, отпусти, пожалуйста, папу к нам. Спасибо, мама. Постараемся, воспитаем. Ай, да не переживайте вы так, Зоя Андреевна. Гришка весь и меня. Поэтому у него в любом случае будет все очень хорошо. Губа синей, дыхание слабое. Жень, давай его на УЗИ и сделай мне снимки в 3D. Я за каталкой. Скорее всего, у него тромб в легочной артерии. Что бы делать? У нас нужна операция. И чем быстрее, тем лучше. Эмболия. То есть готовится. Угу. Подожди. Отлично. Выпьем за нас. Не чокайся. Ну что, собрал? Поезд установил? Пора запускать паровоз. Ты готова? Вер, слушай, набери еще раз одни силу, а? До свидания. Спасибо. О, сейчас какой-то гигантский телефон опрокинет твой состав. Да, запускай. Так, стой. У тебя, видишь, все развалилось? Да, Вера. Что там у вас? А полчаса подождать можете? Я уже еду. Подождите. 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 Развонилась? Да. Сказал, что постарается приехать и что ты можешь справиться сама. Ну давай, Наташа, решай, что делать. Давление 60 на 20. Даже в день рождения сына не можешь побыть дома и уделить ему время. Ну тебе же давно было на нас наплевать, на меня, на него тем более. Хочешь честно, Сережа, тебя же ни одна баба не выдержит. И я, если б знала, не рожала бы тебя таким, как ты, детей иметь, противопоказано. Все сказала. И обязательно при ребенке. Вот именно при ребенке. Потому что это его тоже касается. Я от тебя ушла. Я свой выбор сделала. Жалко, он уйти не может. Родители не выбирают. А, Наташа, как там говори, не томи. Уже заканчивают, Виталия Романович. Зашивают. Ну скажи, какие твои прогнозы? Если брат губернатор не выживет, то мы тут не выживем и все. Все будет хорошо. Вовремя заметили, слава Богу. А не все, вы здесь. А кто тогда делает операцию? Наташа. Наташа! Наташа Березину прооперировала Голодилина? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Наташа. Дело в том, что вы с Натальей Александровной поменяете дешевство. Я как только узнал о ЧПС, сразу приехал. Да, вы не волнуйтесь. Все хорошо. Пациент приходит в себя, показатели в норме. Объясните мне, Анисимов, как так получается, что после операции, которую обозревали мы, больной оказался в христическом состоянии, а вас даже нет в операционной. Ну, по поводу дежурства, я вроде бы все объяснил. Значит, вы, Наташа, оказались правы. Анисимов оперировал без подготовки и больному стало хуже. Не-не-не, Виталий Романович, здесь проблема в другом. У пациента развился острый тромбоз, это непредсказуемо. Так что операция Сергея Васильевича вообще здесь ни при чем. Но все то, что касается брата губернатора, должно быть предсказуемо, это понятно? Дело в том, что вечером, вчера я осматривал гладилина, и вчера вечером ничего не предвещало. У вас пахнет алкоголем, вы пьяны? Вы пьяны? Нет, это недопустимо. Значит так, вам объявляется строгий выговор. Вы отстранитесь от всех операций, вплоть до выяснения. Это понятно? Так точно. Ну, а в понедельник добро пожаловать ко мне в кабинет. Да, Наташ, погладили, но всю информацию. Сергей, 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 послушай меня, пожалуйста. Почему ты меня не дождалась? Я же просил Веру без меня не начинать. Так, подожди. Во-первых, Вера мне ничего не сказала, во-вторых, мы не могли тянуть, а в-третьих, ну, Господи, ну ты же знаешь, что бывают форс-мажоры. Знаю. Чем дальше от тебя, тем ближе, твоя душа моей. Чем дальше от тебя, тем ближе, Дарит еще сильней Твоя душа моей. Чем дальше, тем ранней. КОНЕЦ Как вы знаете, в нашей больнице в субботу произошло ЧП. В вашем отделении чуть не скончался брат губернатора. Слава Богу, с пациентом все обошлось. Печально другое, что Сергей Васильевич Анисимов не оправдал моего доверия. Разумеется, такой человек не имеет права руководить отделением кардиохирургии. На моих руках приказ. Завотделением назначается Березина Наталья Александровна, которая, собственно, и спасла Гладилина. Наташа, вы назначаетесь исполняющим обязанности с испытательным сроком на три месяца. Чем дальше? Ближе Твоя душа Моя Чем дальше от тебя, тем ближе Барит еще Сильней Твоя душа Моя Чем дальше, тем Родней Чем дальше, тем еще дороже, Чтобы забыть Нельзя Чем дальше, Повернула. Просто она давно хотела занять эту должность. Ну, помните, когда вы прооперировали брата губернатора? Как она взбесилась. Брата губернатора? Ну, допустим. Да. Так вот, Эта операция ей нужна была для того, чтобы занять должность с зап. отделением кардиологии. Вместо вас. Вера, у Натальи Александровны были совершенно другие причины. Какие? Научная работа. Конечно. Конечно. А тогда зачем она со мной советовалась? Как вас проучить? Знаете, я за справедливость. И считаю, что это низко использовать расположение главврача для того, чтобы достичь своей цели. А вам не кажется, что вы преувеличиваете? Нет. Разве вы не видите, как он на нее смотрит? Я даже не знаю, что вам ответить, Вера, но давайте все-таки не будем обсуждать людей, тем более коллег, за глаза. Ну да, конечно, я тоже против интриг. Но знаете, все отделение считает, что она вас просто подставила и специально начала эту операцию без вас. Так что, так что мы на вашей стороне. Спасибо. Мне нужно в приемный покой. Хорошего вам дня. Взаимно. О, Наташенька, привет. Доброе утро. Доброе. Как дела на новом месте? На новом месте должен быть Анисимов. Ну, Анисимов сам виноват. Он явился на работу в нетрезвом состоянии, поэтому я принял такое решение. Только не надо его выгораживать. Он сам во всем виноват. Ну, от операции можно его не отстранять? Наташ, забудьте о нем. Вам о своей карьере нужно думать. Или вы не хотите поехать на стажировку в Германию? Очень хочу. Это еще одна причина, по которой на моем месте должен быть кто-то другой. Ничего. На время вашего отсутствия мы найдем вам заместителя. А потом, эта должность, она повышает возможность получить вам грант. Я не хочу получать грант такой ценой. Ну, может быть, вы не хотите, но вам придется. Наташа! Наташа! Ну, мы не с того с вами начали. Вы же видите, что вы мне симпатичны. Я могу многое для вас сделать. Я хочу пожелать вам хорошего дня, в новой должности. Надеюсь, скоро мы найдем общий язык. Вы же видите, я вам хочу помочь. Хотите мне помочь? Да. Донесите коробочку до кабинета. Да, с удовольствием. Жень, Анисимов появится, скажи, чтобы зашел в кабинет с завотделением. А он же здесь. И вот, просил вам передать. Что это? Увольняется. И где он сейчас? На обходе. О, Оксана, привет. Слушай, Анисимов где? У брата губернатора. Спасибо. Сергей Васильевич, а я к вам? Добрый день. Здравствуйте. Хотите отстранить меня от осмотра пациентов? Мне кажется, это лучше обсудить вдвоем. Извините. Ну что ж, все довольно неплохо. Я к вам еще зайду чуть попозже. Так что такое? Заявление об уходе. Я вижу. Сереж, мы можем куда-нибудь пойти и поговорить нормально, а? Куда, например? Ну, не знаю, хоть сюда. Пишу. Спасибо. Я могу начать объяснение? Да не вопрос. Конечно, можешь. Только какой в этом смысл? И какой смысл мне здесь оставаться? Я врач высшей категории отстранен от операции. Мне что, гашки выносить? Послушай, то, что тебя отстранили от операции, в этом я не виновата. Я понятен. Я понятен не имела, что так получится. Типа я знаю нашего главврача, он быстренько остынет, и ты вернешься, приступишь к операции. Ну, а как иначе? Ты лучший хирург нашего отделения. Да ну что ты? Лучший хирург нашего отделения это ты. Это же ты, Гладилина, спасла. Смотри, как ловко подгадала, чтобы быстрее начать, чтобы, не дай бог, я не приехал тебе помешать. Послушай, Гладилина я прооперировала, потому что человеку плохо стало, а ты трубку не брал. Да, конечно. Слушай, хватит. Не надо. У нас слухи в отделении распространяются быстрее, чем вирусы. А скажи, а вот переспать со мной это тоже была часть плана? Что? Что за бред? Какого плана? Ну как же, какого плана? Наказать этого наглеца, который перешел тебе дорогу. Или что? Главврач с тебя глаз не сводит и готов на все, лишь бы обландить того. Тоже скажешь бред? Да, скажу. Кто тебе все это наболтал? Ну извини, я не могу выдать людей. А то вдруг ты побежишь к своему покровителю, потом у них будут проблемы. Они все мафы. Что за чушь ты говоришь? Я вообще не понимаю, если главврач на меня как-то не так по твойну посмотрел? Я тут при чем? А я не знаю. Я не знаю. Может, дала повод? Все, спите, а хватит. Значит, ты можешь думать, как тебе удобно, как тебе угодно. Твое заявление я не принимаю. Видал? А я другое напишу. А я не подпишу. Главврач подпишу. Да? Да. А ты знаешь что? А вы знаете, Сергей, что по закону мы должны отработать еще две недели как у меня сужан. А если вы возьмете больничный, то я пришлю в медкомиссию. Вынуждена буду. Нет. Видели, как Маташка в кабинет селилась? Быстро крестницы заняла. Как думаете, у нее с нашим главным что-то есть? И еще. Ну, конечно. Как потом можно стать зав. отделением кардиологии в 33 года? Тебе же никто не предложил. Добрый день. Кого не видела? Оксана, пойдем. Я там объясню тебе все на счет новеньких. Надо с назначениями разобраться. Аня Гаврилов к Липецке готовит. Вера, идешь? Да, через пять минут подойду. Ну, что ты всем соврала, что это я Аня Симова подставила с операции? А с чего ты взяла, что это я? Сейчас об этом вся ординаторская говорит. Ну, просто только тебе я говорила, что как бы хочу проучить Анисимова. Слушай, и ты проучила. Молодец. Наташа, тебе человек слова. подожди, умеешь. Извините. У меня к операции готовится. А где все? Кто вам нужен? Ну, кто где? Все разошлись. Кто на обходе, кто на обед пошел в столовую. А вы обедали? Нет, я и не завтракал. Сергей Васильевич, есть надо вовремя. Вы же врач, вам ли не знать. Ну ладно, ладно. Это что я говорю, сама без обеда. А может сходим куда-нибудь вместе? Да почему бы и нет, давайте сходим. Только не в нашу столовую, а вот тут за углом куча разных кафешек. Петр Евгеньевич, как вы себя у нас чувствуете? Меня сегодня уже два раза рассматривали. Если что не так, так вы скажите прямо. Я зашла по другой причине. Тогда говорите, Наташа, без всяких вступлений. Да. Вот вас сегодня осматривал врач Сергей Анисимов. Отличный врач. Да, согласна. Так вот, с ним приключилась одна не очень приятная история. Я слышала, вы написали заявление, пособственное, мой главврач подписал. Мы очень расстроены из-за этого. Почему? Ну мы к вам так уже привыкли. И не хотим вас опускать. Но это не только мое мнение. Вы у любого спросите. Спасибо за теплые слова. Но дело в том, что если я не могу оперировать, то получается в этой больнице мне делать нечего. Ну так Наташа скоро уедет в Германию. И мы будем спокойно работать без нее. Наташа уедет. Ну допустим. А куда уедет главврач? Ну не станет Наташей главврач. По-другому к вам будет относиться. Ну вот подождите, еще начальником вас поставят. Больше же никого. Вы у нас самый лучший хирург в отделении. Спасибо за комплименты. А это не комплименты. Это правда. Ну так что, заберете заявление? Нет, конечно. Дело в том, что, Вера, здесь все гораздо сложнее. Как вам кофе? Кофе? С вами и кофе здесь вкусный. Может быть, завтра повторим еще раз? Как говорится, будет день и будет пища. Пойдемте работать? Да, конечно. Привет. О, привет. Сергей, спасибо огромное за приглашение. Слушай, иди. Я даже не знала, что рядом с нами есть такое замечательное кафе. Я рад, что вам понравилось. Сергей Васильевич, можно вас? Разумеется. Можно нас оставить на минутку? Да, конечно. Вас просил Гладилин зайти к нему в палату. Что-то случилось? Нет, просто поговорить. Просто поговорить? Угу. Хорошо, я зайду. Спасибо. Федор Евгеньевич, ваши таблетки. Угу. Мне передали, что вы хотели со мной поговорить. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Хорошо. Благодаря вам, Сергей Васильевич. Я хотел бы вас отблагодарить. Мне Наталья все рассказала. Отблагодарить? Ну, я думаю, это будет лишним. К тому же, мне не хотелось бы вас утруждать. Ну, мне это как раз совсем не трудно. Я мог бы поговорить с главврачом или помочь с хорошей должностью. Как вы на это смотрите? Ну, я за должностями-то не гоняюсь. К тому же, я думаю, легко найду работу. Просто в другой больнице. Ну, дело ваше. Но, знаете, ко мне вы можете обратиться в любой момент. Спасибо, Петр Евгеньевич. Но самой большой благодарностью для меня будет ваше выздоровление. Извините, я должен ответить. Выздоравливайте. Спасибо. Дамы, что случилось? И какая сейчас тебе арду? Похожая вирус. Значит так, надо сходить в аптеку и купить. Ну, я тебе сейчас вышлю из списка лекарств. СМС-ка. А кто-нибудь из соседей, можешь сходить? Нет, я не могу уйти с дежурства. Хорошо. Хорошо. И позвоню потом обязательно. Хорошо? Поцелуй Гришку. Сергей. Слушай. Я тут мимо проходила, случайно подслушала. Если тебе нужно отлучиться, то без проблем. Да нет, спасибо. Мы это уже проходили. Сергей Васильевич, я вас везде, везде искала, а вы здесь. А я здесь. А вы что, бегом решили заняться? В общем, я вместе с вами сегодня дежурю. Оксана просила подменить, она плохо себя чувствует. Вот так. У нас ЧП. Что случилось? А скоро везут мужчину. Реаниматолог говорит, может не выжить. Подождите. Подождите. Они сейчас сюда приедут. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам кого? Ну, наверное, вас. Вы не пугаетесь. Меня Наташа зовут. Я коллега вашего сына. Он просто сказал, что ваш внук заболел и попросил меня зайти посмотреть. Ну, проходите. Проходите. Спасибо. Что с ним? Тяжелая травма грудной клетки, отдышка, аритмия, малый частый пульс и переломы. Строитель с четвертого этажа упал. Так, секунду. Осторожней, осторожней. Значит, Вера, срочно эхо, рентген и узнайте, какая операционная свобода. Хорошо. Вчера еще все хорошо было, только капризничал немножко после садика. Ну, от еды отказался. Я думала, он устал, у него же там активные игры. А утром проснулся горячий. И Сережа на работу ушел. Да, жар сильный. Давно температуру мерили? Ну, минут пятнадцать назад. Тридцать девять и четыре. А с утра тридцать восемь было. Такое состояние очень опасно для маленького ребенка. А скорую вызывать? Нет. Мы сделаем так. Я сама схожу в аптеку за всем необходимым. А вы пока заставляйте его пить. Будет сопротивляться, все равно заставляйте. Вера, проследите, чтобы все было готово к операции. Хорошо. А кто будет оперировать? Кого вызвать? Не нужно никого вызывать. Оперировать я буду сам. Здесь каждую минуту начну. Да, но вас же отстранили. Когда Наташа и главврач узнают, у вас будут большие проблемы. А вдруг во время операции что случится? Вера, что-нибудь обязательно случится во время операции, если мы будем сейчас об этом рассуждать. Сергей Васильевич, знаете, я вас во всем всегда поддержу. Тогда приступим. Саня Андреевна. Да. Держите ложечку, пожалуйста, я отвечу на звонок, ладно? Алло. Да. Я слушаю. Наталья Александровна, извините, что так поздно. Звоню предупредить. Просто не в моих правилах подставлять людей. К нам поступил больной. Нужна срочная операция. Времени ждать нет. Оперировать буду сам. Только не говорите мне ничего про запрет. Все ответственность беру на себя. А диагноз-то какой? Закрытые травмы грудной клетки, порученные стенки сердца, состояние критическое. Все, мне пора. Что-то у нас. Ну вот, жар падает 38,5. Правда? Правда, правда. Я бы сказала, что самое страшное у нас позади. Ну и дуэм. Все, все хорошо. Он больше в опасности. За ним, конечно, нужно следить, но все хорошо. Он сейчас будет спать, да? Он очень устал. А вы давайте растворчик каждые 30 минут. Чаще будить не надо. Хорошо. Спасибо, Наташенька. Тебе надо идти. Да. Знаете что? Я оставлю на всякий случай вам свой номер телефона. Хорошо. Ну, думаю, он мне понадобится. Спасибо тебе, милая, за все. А через несколько часов я вернусь и помогу вам, и посмотрю, как. Гришечка. Хорошо. Хорошо. Волнуетесь? Мне кажется, что если сегодня все пройдет хорошо, главврач оттает и разрешит вам оперировать. Поживем, увидим. А можно на ты? Конечно. Я все-таки твоя операционная сестра на сегодня. Так будет удобнее. Я так рада, что попала с тобой сегодня на дежурство. Знаешь, я восхищаюсь твоей смелостью. Ты можешь во всем на меня положиться. Спасибо, Вера. Что ты тут делаешь? Я приехала ассистировать. Сереж, послушай, тебе нужен второй хирург. Второй хирург? А может, ты приехал меня заменить? Потому что меня отстранили. Тебе влетит от врача, если я прооперирую. Наташа, у нас все под контролем. Но Сергей отличный хирург. Не надо ему запрещать. Послушайте, я ничего не запрещаю. Правда, я считаю, твое отстранение полной чушью. Значит, я оперирую один. Нет, со мной. Я буду тебе помогать. Просто ассистировать. Я не буду оперировать с тобой. А я буду. Сереж, тебе важнее человеческая жизнь или обидки, как маленькие? У него и так мало шансов. Это не обзирая его последний. У пациента понижение АД. Позняет тампанат. Одевайся. Все в же зону. Иглу 17. Нажим. Стабилизировали. Наташа, надрез. Начинаем. Все хорошо. Вера, ретракторы. Спасибо. Я не хочу, бабушка. Я не хочу. Да, вам хорошая бабушка. Тебе водички дадут. Да, ты молодец. Человек из того Света вытащил. Знаешь, на самом деле, молодец ты. Признаюсь. На этой операции я один бы не справился. Спасибо тебе, что осталось и настояло. Ого. Ну, жизнь и здоровье людей важнее всего? Что будем делать дальше? Наталья Александровна, что будем делать дальше? Мне сейчас нужно уехать. Ты напиши, пожалуйста, заключение. Я главврачу сама все объясню. Хорошо. Ну, насчет главврача, мне кажется, это лишнее. Надо меня решать. Сергей, я в реанимацию. Ты пойдешь проверить показатели? Да, конечно. Наталья Александровна, спасибо вам большое за сегодня. До завтра. Спокойной ночи. Ну, пока. Сереж, мы идем? Да, конечно. Он еще спит. Раствор давал и пил хорошо. Даже сам попросил водички. О, какой ты у меня горячий, дружочек. Наверное, температура снова поднялась. Ничего страшного, я это предвидела. Главное, что вы его поили. Так что вы молодец. А чтобы жар спал, я делаю ему огольчик. Да. Этого хватит до утра, а через полчасика снова его попоим. Я поселю тебя в комнате. Уже так поздно, тебе нужно отдохнуть. Ой, что вы. Я с такой работой привыкшая. Вот вам, Зоя Андреевна, точно нужно отдохнуть. Так что выступайте, ладно? А я посижу. Нет. Мне это неудобно. Удобно. Правда, Зоя Андреевна, все хорошо. Если вы не против, я здесь посижу. Спи, малыш. Спи, мой хороший. Сереж, у нас в отделении еще никогда не было такого хирурга, как ты. Ну что ты, Наташа прекрасный профессионал. Без нее было бы сложно. Ну да. После того, что она сделала, ты еще так хорошо не отзываешься. Ты удивительный человек, Сережа. Я обычный. Ну и потому же она действительно крепкий профессионал. И работа с ней приятно. А со мной? С тобой, конечно. Слушай, спасибо. Знаешь, я так устала. Просто, просто я еле на ногах стою. Прости, что напрашиваюсь, но... А то и мог бы подбросить меня домой. Оксана? Вы уже выздоровели? В смысле, Сергей Васильевич? Ну вы же поменялись дежурством, потому что вы заболели? Нет, не заболела. Меня просто Верочка попросила с ней поменяться. Верочка, ты же сказала, что со всеми договорилась. А. Ну мы это потом обсудим. Ага. Хорошего дня вам. И вам. Вера, зачем нужно было врать? Я просто хотела тебя поддержать. Поддержать в чем? Я же вижу, что ты... Что ты переживаешь после того, что случилось с Наташей. Вера, то, что у нас произошло с Натальей Александровной, вас волновать не должно. А вот мне лично интересно, в чем вы еще наврали? Давайте, выкладывайте все, как есть. Хорошо. Хорошо, я скажу, как есть. Я поменялась с Оксаной. Дежурствуем, потому что я хотела быть ближе к тебе. Потому что ты мне очень нравишься. Это правда. Так лучше? Вера, давайте сохраним нормальные рабочие отношения. Оперировать я буду с Оксаной. Так будет лучше для всех. Извините. Везти я вас не могу. Мне нужно к сыну. Он нездоров. Мама. Мама, что она тут делает? Наташенька Гришу нашего сегодня просто спасла. Всю ночь его выхаживала. Он почти без сознания лежал. Так она ему уколы делала и из ложечки поила. Как? Почему ты сразу не позвонила? Ты же сказала, что просто температура была. Так вот, не просто температура оказалась. Наташа сказала, что это безвоживание было, что это очень опасно. Как хорошо, что ты ее попросила сюда приехать. Она так сказала? Ну да. А что нет? Нет? Так, значит, она сама. Значит, ты ей нравишься. Не думаю. А зачем бы она еще стала сюда ехать? Сережа, учти, такую женщину пускать нельзя. Хорошая, добрая, душевная. Мам. Не то, что твоя бывшая. Мам. Ну что мам, что мам? У вас что-нибудь с ней было? Что ж такое-то? Ну что, что тут такого? Мама, мама все должна знать. Ой, доброе утро. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Действительно, что я здесь делаю? Я, ты знаешь, домой пришел. К Сибирь, между прочим. Прости, я просто дремала и... А который час? А, без двадцати девять. Наташенька, будешь завтракать? Не-не-не-не, садись, Зоя Андреевна. Я опаздываю безумно. Уже на работу пора с собой возьму, ладно? Я возьму, Наташенька, я... Пока. Так давай я тебя отвезу, быстрее будет. Я тебе очень благодарен. Не ожидал, конечно, но спасибо. Ну, главное, что с Гришей сейчас все в порядке. Как ты узнал адрес? Скажем так, воспользовалась служебным положением. Ага. Я хочу извиниться перед тобой, Наташ, за то, что сомневался в тебе. Ты о чем? Вера тебя оклеветала, я поверил. Ей, оказывается, нравлюсь, она на что-то рассчитывала. А ты этого не замечал? Нет. Прости меня, пожалуйста. Ну, посмотрим. Спасибо. И спасибо, что подвезли. Не за что. С тобой все в порядке? Да. Ты хорошо себя чувствуешь? Сумку подберите. Это беременно? Да. Что с ней? Обморок. В терапию. Давайте. Дверь. На стороне. Ну, что, анемия, переутомление? Она просто двое суток спала. Возможно, все. Анализы покажут. Вы можете пройти, сейчас я и получше. Спасибо. Извини, что доставил тебе столько хлопот. Ты знаешь, я обычно получше держусь. Я не хочу тебя терять больше. Я тебя люблю. А я тебя. Я бы не стала вас обоих беспокоить, но вас ищет главврач. Ну, за наше непростое дело. Отлично. Наташенька, да, проходите, не стесняйтесь, что вы как неродная. Пожалуйста, это наша Наталья Александровна Березина. Наша прекрасная, великолепная красавица и лучший специалист. Ну, а это Роберт Филиппович, представитель фонда медицинских инноваций, куда вы отправляли заявку на грант. А, очень приятно, Наталья Александровна. Роберт Филиппович с очень приятной новостью. Ваше слово. Наталья, мы получили более двух сотен заявок. И все, как на подбор, очень сильные. Поэтому конкурс получился нешуточный. Один из десяти грантов на стажировку в Германии получаете именно вы. Ура! Спасибо. Хорошо. Поздравляем, Наталья. Поздравляю. А сегодня вечером я имею честь пригласить вас на вручение и банкет, который организовал наш фонд в честь победителей. Ну что ж, до стажировки месяц. Не хочется вас отпускать, Наталья Александровна, но придется ради науки. Ну что ж, тогда до вечера. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До вечера, до банкета. До свидания. До свидания. Да. Так, девочки, а кто на посту? Бегом. Наташа Сергея Васильевича, просьба остаться. Если вы думаете, что я ничего не знаю об операции, которую вы сделали вместе, то вы глубоко ошибаетесь. Не хочу портить праздник, и хочу отложить этот разговор на потом. Значит так, Наташа, жду вас на банкет, а вы отдыхайте, вы же после джоржества. Спасибо. Наташа, напугал кота сметану. Если честно, я была уверена, что нас обоих уволят сейчас. Наташа, я тебя поздравляю. Сбылась твоя мечта, ты получила грант. Спасибо, но знаешь, как-то все это сейчас так неожиданно. Слушай, а пошли со мной на банкет, а? Да не, ну что ты, мне надо Гришки. И вообще-то на банкет-то меня никто не позвал. Ну как, я зову. Иди, иди на вручение, ты это заслужила. Спасибо. Попрошу минуточку внимания. Уважаемые дамы и господа, коллеги. Друзья, я бы хотел поздравить каждого из вас и вручить сертификаты на стажировку. Березина Наталья Александровна, прошу вас. Спасибо. Поздравляю. Он стал. Все, это очень неожиданно для меня. Но, конечно, я хочу сказать спасибо фонду за эту потрясающую возможность продолжить свою научную работу, опираясь на опыт лучших кардиохирургов Германии и осуществить свою мечту, помогать как можно большему количеству людей. Спасибо. Анташенька. Спасибо. Очень рад, что смог принести свой скромный вклад в вашу победу. Это в каком смысле? Ну, желающих получить гранты было много, но благодаря тому, что вы являетесь зав. отделением, это, так сказать, сыграло немаловажную роль. Надеюсь, что буду оценен. Спасибо большое, Анатолий Романович. Спасибо, я ценю. А давайте купим шампанское. Надо отметить. Прекрасное блюдо. Спасибо. Привет, Наташа. Как тебе дела? Гришечка, привет, мой хороший. Привет. И когда есть возможность помочь людям, я лично... Я-то приеду, но только ты мне скажешь, как ты себя чувствуешь. Тебя лучше? Да, только если ты не приедешь, то тогда мне опять станет хуже. Я поняла. Ну, тогда я бегу к тебе. Честно-причестно. Я не опыт фактически. И помогает людям по всему миру. Самые передовые технологии, какие-то новшества максимально быстро проходят в нашу жизнь. Наташа! Привет, мой хороший. Я смотрю, ты точно выздоровел. Такой сильный. А у меня для тебя подарок. Идем, покажу. Смотри. Костюмка, милого доктора. Будем угадать? Будем. Давай. Ну, я тогда пойду кушать закончу. Хорошо, спасибо. Давай, садись. Разворачиваем. А ты пока придумай, кого мы будем здесь лечить. Так. Наташа, как ты здесь оказалась? Папа пришел. Ну, взяла такси и оказалась. Ага. У тебя как же вечеринка? Папа, ну, посмотри, тебе не нравится наша вечеринка, да? Нравится? Смотри, как вам довольна. Сережа, Наташа, Гриша. Ужен готов. Ага. Хорошо. Сейчас мы подойдем. Значит, юген, доктором надо подкрепиться, да? Ладно, только потом играть. Договорились. Сереж, я хочу сказать насчет той стажировки. Может, ничего не говорить. Я все понимаю. Правда? Конечно. Это еще один шаг к твоей мечте, и ты обязательно должна это сделать. Ты так считаешь? Сто процентов. Ну, я тогда очень рада, что ты поддерживаешь меня в моем решении остаться. Как остаться? Ты никуда не идешь? Как я могу, если ты не остаешься здесь? Слушай, ты так долго к этому шла. Я не хочу, чтобы ты теряла все из-за меня. Сереж, я, может быть, долго шла к тому, чтобы найти тебя. Понимаешь, когда я потеряла маму, я ничего не смогла сделать с этим. Именно поэтому я перешла в кардиохирургию, чтобы все это исправить и как-то помочь людям выжить и быть дольше с их семьями. И каждый раз, возвращая человека к жизни, я как будто бы воскрешаю маму, потому что мне очень нужен родной человек рядом. Я нашла его. Сережа, я хочу быть с тобой. А я с тобой. Сережа, Наташа, идите уже, а то остынет. Папа, а ты позовешь Наташу завтра? Наташа, ты придешь? Ну, конечно, если бы не против. Мы же не против? Не против. И больше никогда не уйдешь? А мы ее никогда не отпустим. А знаешь что? Я буду приходить к тебе часто-часто, а еще мы будем ходить в зоопарк. Так мама, папа и сыночек? Как настоящая семья. Как настоящая семья. Ой. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Доброе утро. Что у нас тут в конфеточке? Ага. Сегодня последний день, когда я работаю в этой замечательной больнице. В обед жду всех в ординаторской. Идет? Договорились. Договорились. И будет сюрприз. А что за сюрприз? Всему свое время, Вера. Здравствуйте, Виталий Романович. Твое вчерашнее поведение было просто возмутительным. Боюсь, что мы так и не нашли с тобой взаимопонимание. Да, думаю, не найдем. В этом случае ты вряд ли останешься за подделением. Вот этот вот приказ, который я готов подписать прямо сейчас, но учти, что это может повлиять на твою стажировку. Угу. Ну, у тебя есть шанс. Все исправить. Виталий Романович, я свой шанс не упущу, вы не волнуйтесь. И на мою стажировку вы не можете повлиять. Это тебе так кажется? Нет, я это знаю. Вот заявление, и под вашим чутким руководством я больше работать не буду. Ну что, кажется, все готово. Да, только повод не очень радостный. Да, Сергей Васильевич, нам вас отпускать, жалко. Забудьте нас. Ну что вы, не забудьте. Оксана, может, чаем отметим? О, вот и Наташа. А что, вы только меня ждете? Ну, конечно. А я? Живо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня только приглашайте. Проходите, Петр Евгеньевич. Дорогие коллеги, я очень рад познакомиться с вами и работать в этой замечательной больнице, в вашем прекрасном коллективе, пусть даже так и недолго. Давайте съедим этот торт и расстанемся, как добрые друзья. Ура! 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 Празднуйте. А что же без меня? Ну, ничего страшного. Ну, я так люблю. Тоже посидеть вон с тортиком. У меня для вас приятная новость. Приветствую. Сергей Васильевич, благодаря вашей успешной операции, вы реабилитировали себя передо мной. Я считаю, что вы имеете полное право вернуться к практике и возглавить отделение. Что, скажете? Неожиданно. А можно я? Вначале скажу. Сергей, я очень благодарен двум классным хирургам. Сергею и Наталье. За то, что они сохранили самое дорогое, что у меня есть. Жизнь. И я рад тому, что у меня есть шанс отблагодарить их за это. Наталья, Сергей, я кое с кем переговорил. И теперь вы сможете ехать в Германию вместе. А после того, как закончится стажировка, вас ждут в центральной больнице. Выбор давай. Спасибо вам большое. Это так неожиданно. Спасибо, Петр Евгеньевич. Виталий Романович, вам тоже большое спасибо за доверие. Но, к сожалению, ваши предложения я вынужден отклонить. А теперь, дорогие друзья, как и обещал, небольшой сюрприз, точнее предложение. Нет, Наташа, ты выйдешь за меня? Да, Сергей, я согласна. Браво! Два, два, три, четыре, пять! Молодец, Наташка, блестящую карьеру сделала. Такого мужика, понимать, это жена. Ты не говори. Эх, Верка, упустила ты свою счастье. Да не очень-то и хотелось. Ну, поздравляй. Поздравляй меня. Поздравляю. Сбасяк, все, хватит. Хватит, все, выход быстренько, быстренько. Спасибо вам большое. Прям вот, я даже не знаю, что сказать. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Вы, главное, выздоравливайте. Спасибо вам большое за все. Спасибо вам большое. Поздравляю. Будьте здоровы. О, Наташа, а я к вам. Готовы ваши анализы. Что, все так плохо, раз вы меня искали? Ну, это вам решать. Что там? Я беременна. Надеюсь, от меня, а? Аннисимон. Значит, мы поедем в Германию вчетвером? Да. Ты, я, Гришка и? И Лапочка-дочка. Что подарит тебе за любовь мою бесконечного, как вселенная? Что подарит тебе больше, чем она, невозможная любовь моя? Что подарит тебе так, чтоб мог любовь, мой подарок лучше допеть меня? Что подарит тебе так, чтоб навсегда я подарю тебе, тебя. Я подарю тебе, тебя. Я подарю тебе, тебя. Я подарю тебе, тебя. Lock��. Я подарю тебе. Продолжение следует...